В второй минуте Александр Ковпак легко убежал от Вячеслава Чечера и прострелил вдоль ворот. Владимир Дишленкович до мяча не дотянулся, как и Вильям Буавентура. И Максиму Фищуку оставалось только попасть в пустые ворота с пару метров. 1-0 уже в начале поединка Таврия получила преимущество. Металлур кринулся отыгрываться и обложил штрафную номинальных хозяев угловыми. Крымчане спокойно отбивались. А затем и сами заработали перспективный стандарт. Фищук все сделал классно, но Дишленкович вытянул мяч из девятки. Битва продолжалась. Иногда казалось, что мы смотрим не футбол, а командные соревнования по карате. Олег Деревинский по достоинству оценил класс владения игроками Таврии восточных единоборств, выписав желтые карточки Андрею Корневу и Евгению Луценко. Но даже в такой битве нашлось место эстетству. Сани Эке Кингсли красиво завершила прострел Баавентуры ударом через себя. Но Максим Старцев прервал это шоу надежной игрой на линии ворот. На 39-й минуте случился, пожалуй, ключевой эпизод первого тайма. Ковпак ворвался в штрафную и зацепился за ногу Велизара Димитрова. Сам зацепился. Деревинский без раздумий указал на точку. Сам Ковпак и реализовал пенальти. Как не тянулся Дишленкович, но уж слишком точно в шестерку пробил лучший Галеодор Таврии. 2-0. В таких матчах просто огромное преимущество. Вернуть интригу мог только быстрый гол Металурга в начале второго тайма. И он состоялся. На 50-й минуте Генрих Мухитарян принял мяч и с разворота точно уложил его в угол ворот Таврии. 2-1 и уйма времени у дончан на то, чтобы спасти игру. А еще через 7 минут Баавентура мощно пробивал в сторону ворот Старцева. Высоченный Мгуни пытался подкорректировать полет мяча, но ему не хватило точности. Давление Металурга не спадало. И вот уже голкипер Таврии тащит практически мертвый мяч после мощнейшего выстрела Алексея Година. Но неудачи только подстегивали донецкую команду. И на 74-й минуте Марио Сержио пробил точно в притирку со штангой. 2-2. Шоу маст гоу он. На этом Металург не остановился, стараясь не доводить дело до дополнительного времени. Словно чувствовал что-то неладное. На поле появился реактивный Жозе Саарес. И именно после его прохода и навеса Баавентуры Мгуни пробил в перекладину. А Годин с нескольких метров не сумел добить мяч в сетку. Продолжение битвы было не менее драматичным. Почти в самом дебюте дополнительного времени Саша Джуричич пошел на фолл последней надежды, прерывая проход Мхитаряна. Деревинский предъявил нарушителю желтую карточку, которая была для игрока Таврии второй. Но уже через пару минут Лаки Идахор подтвердил свое прозвище. Счастливчик. После молниеносной контратаки и паса Андрея Корнева, нигериец в чисто английском стиле расстрелял ворота Металурга. 3-2. Фантастика. На первой же минуте второго экстратайма Мгуни чуть не повторил подвиг Мхитаряна. Но в борьбе с защитниками нападающему Металурга не удалось поразить ворота Старцева. 15 последних минут прошли в чисто хоккейном стиле, когда одна команда пытается реализовать численное большинство.